Доброе утро! В эфире Анфас, в студии Анна Чижлиташ. Механики-водители из 72-го объединенного учебного центра отработали один из элементов практических занятий преодоления водной преграды. Из питания прошли порядка 70 специалистов. Подробности в репортаже нашего корреспондента Светланы Смык. Преодоление водной преграды – тест для всех механиков-водителей мотострелковых подразделений. В этот раз участком для движения стало небольшое озеро под Борисовом. За рычагами боевых машин пехоты не новички. Прежде чем попасть на вододром, каждый из курсантов учебного центра откатал несколько сотен километров на тренажерах и по полигонным трассам. Форсирование водной преграды – очередная проверка на прочность. У нас каждый взвод распределен к нам отдельному преподавателю. Нам преподаватели объясняют. Когда тебе объясняют, то это уже понятно, как ты будешь это делать и выполнять. Древние безопасности тоже каждый раз напоминают. Так что ничего сложного в принципе нет. Плаву на броне предшествует тщательная разведка водоема. Определяется наиболее удобный для форсирования участок берега. Особым образом готовят и машины. Это несколько операций механик-водителя, которые тоже обучают здесь. Замазать всяческие отверстия, загерметизировать корпус машины, подготовить шлемофоны, закрыть ребристый лист. Посмотреть, чтобы все прокладки были на месте, так как вода может попасть. Так что нужно все тщательно проверить перед этим. Понимание всех нюансов управления к механикам приходит уже после выполнения упражнения. А на плаву каждый помнит. Важно не растеряться, когда вода захлестнет триплекс. И настроиться на то, что 14-тонная броня уверенно дойдет до финиша. Это больше психологический фактор. Потому что если на обычном вождении курсант уже уверен, знает машину, как она себя ведет. Здесь уже есть определенная особенность управления машиной на плаву. Весь маршрут составляет порядка 600 метров. При этом скорость движения БМП не более 7 км в час. Совершение поворота усложняют отмели. Из-за них одна часть машины постоянно находится на плаву, вторая на суше. Тут эффект совсем другой. Если ты едешь на суше, то ты можешь ехать с километров 40. А тут, если ты отключишь пятую передачу в машине, то скорость не увеличится. Тут максимальная третья передача, и ты едешь в свое удовольствие. 300 метров по прямой, узкий створ, обозначенный буйками, разворот на берегу и обратно. Механик-водитель Эдуард Вечер убедился. Подработанный алгоритм – залог отличного результата. Поначалу волновался. Поначалу было страшно, но когда уже входишь, там уже все полностью чувствуешь, как рыба в воде. Так ничего страшного абсолютно нет. Все инструкторы помогают. Просто въехал, включил все, что надо. Как только почувствовал, сразу передачу вышел и поехал. Ну, все прекрасно чувствуется. Сегодняшнее испытание завершающее в курсе обучения механиков-водителей. Курсанты начинают подготовку к выпускным экзаменам, до которых остается всего несколько недель. В студии Анна Чижлиташ. Новости столичного гарнизона продолжат программу. Круглый стол по вопросам патриотического воспитания и повышения престижа воинской службы прошел в Центральном доме офицеров в Минске. В форуме приняли участие представители общественных объединений и союзов, военных комиссариатов, центров допризывной подготовки и ДОСАВ. Курсанты первого курса факультета ракетных войск и артиллерии сменили учебные аудитории на классы под открытым небом. Полевой сбор проходит на полигоне под Осиповичами. В программе занятий – боевая работа расчетов. На первом курсе они выполняют задачу прямой наводкой. Начало всей артиллерийской науки. И потом уже наращивая знания и навыки, на втором курсе они выполняют задачу из минометов, уже с закрытой огневой позиции. На третьем курсе из 2С1, на четвертом курсе из 2С65. То есть сложность выполнения задач увеличивается. На аэродроме под Бобруйском прошел сбор армейских команд по парашютному спорту. За две недели более ста военнослужащих отработали элементы индивидуальной и групповой акробатики, выполнили программу подготовки на точность приземления. В тренировках приняли участие группы поисково-спасательной и парашютно-десантной служб авиационных воинских частей. Подразделения Гродненской механизированной бригады совместно с военными инженерами отработали приемы преодоления водной преграды. Марш техники прошел по специально наведенному через реку Неман понтонному мосту. Около 150 подвижных мастерских и прицепов, более 200 автомобилей, тысячи наименований различных армейских узлов, деталей и агрегатов. В Министерстве обороны стартует очередной сезон специализированных ярмарок по реализации военного имущества. Ближайшее пройдет в мае. В Минске прошел региональный семинар по линии ОБСЕ. На форуме представители Центра по предотвращению конфликтов и других международных организаций обменялись опытом в области деактивации легкого и стрелкового оружия. ОБСЕ «Европол-Интерпол» двухдневный семинар собрал в Беларуси специалистов из 12 стран. Как отмечают эксперты, отечественный опыт по предотвращению незаконного оборота оружия и его деактивации интересен в первую очередь практической составляющей. А потому отправной точкой маршрута стало посещение специализированной воинской части – арсенала ракетно-артиллерийского вооружения. Здесь боевые образцы получают вторую жизнь, но в качестве макетов. ОБСЕ проводит такие семинары в регионах по практике деактивации по ЛСО – легкого и стрелкового оружия. В ОБСЕ выработали стандарты, дефиниции и лучшую практику, как обеспечивать, чтобы легкое и стрелковое оружие было деактивировано. Мы предлагаем минимальные стандарты. Это как образец, как экземпляр сертификата. Но каждая страна вырабатывает свою политику, свое законодательство. Каждый шаг по выхолощиванию оружия строго регламентирован. Особенности белорусской технологии заключаются в том, что восстановить, к примеру, автомат Калашникова или винтовку Мосина обратно в боевое оружие не получится. В течение двух дней мы обсуждали возможности активации этого оружия и пришли к общему мнению, что каждая страна имеет свою стратегию по деактивации. И, конечно же, в данный момент увидели, насколько это невозможно – обратно активировать оружие, которое было уже утилизировано. Уничтожение, утративших актуальность пистолетов и винтовок, карабинов и полуавтоматических образцов, позволяет предотвратить риск незаконного оборота оружия. Став безобидными, такие экземпляры находят себе вполне мирное применение. Наследство в Республике Беларусь достались очень большие запасы от вооруженных сил Советского Союза. Естественно, это оружие на сегодняшний день не является востребованным. Помимо всего прочего, в ходе плановой эксплуатации, в ходе боевой подготовки, обучения личного состава, оружие, которое находится на оснащении воинских частей и вооруженных сил, оно также приходит в негодность. Деактивация может проводиться различными способами. Утилизация с окончательной переплавкой металла. Мы пошли по пути конструктивно схожих с оружием изделий, которые могут использоваться в качестве учебных экспонатов, музейных экспонатов, для оснащения музеев, класса допризыванной подготовки, что мы уже активно делаем. Деактивация оружия – далеко не первый проект Беларуси по линии ОБСЕ. Два года назад при поддержке международных организаций были уничтожены последние противопехотные мины ПФМ-1. Еще одним важным шагом по разоружению стал вывоз некондиционного ракетного топлива. Это очень впечатлительно. Мы благодарны Беларуси за хорошее сотрудничество с ОБСЕ. У нас много проектов с Беларуси, открытые, дружелюбивные. Мы очень рады сюда приехать всегда. Каждый год в армейских арсеналах утилизируются тысячи единиц легкого стрелкового оружия. Белорусский подход в этой сфере – значимый опыт для иностранных коллег. Уже сегодня некоторые принципы отечественных способов по деактивации вооружения внедрены в Таджикистане и Молдове. На очереди еще несколько стран. Справедливо сказано, война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат. А те, кто выполняет святую миссию, осуществляет поиски перезахоронения останков воинов, нам рассказал начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Сергей Воронович. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Специалисты 52-го батальона недавно открыли поисковый период 2019 года. Где будут проводиться работы, каковы их масштабы и особенности? Да, действительно, лично состав 52-го батальона приступил к проведению полевых поисковых работ согласно плану, который я утвердил с 15 апреля нынешнего года. Мы включили 96 объектов. Будут проведены работы в 47 районов по всем областям Республики Беларусь. План включили мы как одиночные захоронения, так и групповые. Что касается масштабов проведения полевых поисковых работ, то мы конкретные сроки установить не можем, так как ежегодно в объекты включаются непредвиденные обстоятельства. Ну, для примера, берем 2018 год. Июнь месяц, город Несвеж. При подготовке участка местности для жилого строительства было обнаружено костные останки и сопутствующие находки, указывающие на период Великой Отечественной войны. Вначале была отправлена небольшая группа личного состава 52-го батальона, но в скором времени мы убедились, что это массовое захоронение. В план приходится включать корректировки. Личный состав работал 3 месяца. По итогам было изгумировано 23 красноармейца рабоче-крестьянской красной армии и 1044 жертв расстрельных фашистами. Насколько мне известно, поисковики активно сотрудничают с коллегами из других стран. Насколько полезна эта работа? Приводит ли она к каким-либо осязаемым конкретным результатам? Если брать 2018 год, то мы отработали с тремя общественными объединениями Российской Федерации. Как итог, изгумировано было 203 останка, один участник сопротивления. Установлено 13 имен погибших. Что касается 2019 года, то мы включили в план 5 общественных объединений. Работа совместно с ними будет проводиться. А также в плане международного военного сотрудничества мы будем проводить совместные полевые поисковые работы с 90-м отдельным специальным поисковым батальоном Вооруженных сил Российской Федерации в Глубовском районе Витебской области. Однажды был свидетелем, скажем так, эмоционального изумления посла Франции в Беларуси по поводу трепетного отношения в нашей стране к памяти солдат. Это случилось, когда поисковики обнаружили предположительно останки французского пилота эскадрильи Нормандия-Неман. Дипломат утверждал, что нигде подобных искренних чувств к прошлому не видел. А вот в вашей практике были подобные примеры? Интересная история была в прошлом году. В деревне Давыдовичи Калининского района Гомельской области вместе с останками был обнаружен орден Александра Невского. В ходе проведения архивно-исследовательских работ было установлено, что им награжден командир минометной батареи 237-го стрелкового полка, старший лейтенант Викторенко Иван Степанович. В ходе поиска родственников оказалось, что погибший – это дядя Героя Советского Союза, летчик-космонавт первого класса, совершивший четыре полета в космос, Викторенко Александр Степанович. Участвуя в церемонии перезахоронения, я с ним общался, и он высказывал слова благодарности белорусскому народу за то отношение к павшим защитникам Отечества, которое мы испытываем. И как одна из фраз у него прозвучала, что, наверное, для белорусского народа вековечней памяти является национальной идеей. Сергей Николаевич, а вот какая находка поисковиков лично вас поразила больше всего? Поймите правильно, мы не занимаемся раскопками артефактов, имущества, каких-то ценных предметов. Для нас, я подчеркиваю, что для нас самая главная задача – это поиск неучтенных воинских захоронений. Естественно, находки попадаются у нас. Если брать период 1812 года, это, как правило, пуговицы, монеты. Если брать период Первой мировой войны, это георгиевские кресты, амбудирование останки, погоны офицеров, прапорщиков. Если брать период Великой Отечественной войны, это медальоны, жетоны, личные вещи, а также фрагменты оружия. Как вы считаете, работа с прошлым, она влияет на солдат поискового батальона? Ведь этой профессии нигде не обучают, а в подразделения приходят обычные срочники. Меняются ли они за время службы? На мой взгляд, молодые ребята, которые проходят службу вооруженной силы, будь то это в 52-м батальоне, либо это в отдельном воинском формировании, в другом, у них вообще уже отменяется отношение, как к самому себе, как к родственникам, как вообще к практике жизни. Воины 52-го батальона, они выполняют государственную задачу. И это они знают, потому что прикоснуться руками к той истории, это многое стоит. Более того, когда проходят полевые поисковые работы, они же сталкиваются с останками, но перед этим они изучают историю места, на котором проводятся полевые поисковые работы. Будто это массовое уничтожение, или это были какие-то боевые действия. И они понимают, что мы живем в прекрасной стране, стране, которая не воюет. И данную информацию они, как правило, доводят до подрастающего поколения. Для них самое важное – преподнести ту точку зрения, что необходимо помнить о подвигах своих отцов, о подвигах своих дедов, для того, чтобы не повториться и не повторилось те события, которые пережил белорусский народ. Спасибо за беседу. А я напомню, у нас в студии был начальник управления по уковечению памяти защитников Отечества и жертв войн, полковник Варанович Сергей Николаевич. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воинтв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфа. С вами была Анна Чижлиташ. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!